Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова. У нас сегодня с вами будет интересный эфир. Должен получиться, потому что мы сегодня будем говорить с вами о том, как установить в своем подсознании денежную программу. Я должна была начать его на 40 минут раньше, но лучше позже, чем никогда. И сегодня мы будем говорить с вами о деньгах, о финансовом благополучии и финансовом изобилии. Слово изобилия, пожалуй, здесь ключевое, потому что мы будем говорить с вами непосредственно о том, каким образом настроить свое сознание, и самое главное — подсознание, на денежки, раз уж все мы их любим. Так вы знаете, мы говорим не только о реальности, мы говорим с вами о квантовой физике немножко. И с точки зрения квантовой реальности все представляет собой сознание и энергию. Если рассматривать наш мир как квантовый, то мы все с вами увидим в форме вот таких вот огонечков, потому что ничто неотделимо друг от друга, а все является одной большой энергией, которая выражается в несколько разных составляющих. Именно наше сознание, вот человеческое сознание, формирует эту энергию, и она приобретает определенные формы для нас. И на самом деле привлечение денег ничем не отличается от достижения вообще любой другой цели, потому что когда вы поверите, что вы в состоянии с помощью своего сознания создать то, что вам необходимо, вы сможете это сделать. Но, конечно же, конечно же, это звучит как полный бред. Нам гораздо проще поверить в то, что инопланетяне прилетели, в то, что сложно жить, вот, значит, там, тамарка развелась с кем-то там, вот, муж изменяет. Это все как бы нам гораздо проще. Какая квантовая физика, какая энергия, Олечка, о чем ты говоришь? И все-таки я буду об этом говорить, потому что сегодня я хочу вам рассказать о том, почему большинство людей не достигает успеха, и, соответственно, дать вам некие конкретные практические рекомендации о том, каким образом вы можете свое сознание запрограммировать на деньги. Потому что, как я уже говорила, мы все время себя все программируем, сами того не понимая. И давая установки, думая о себе что-либо, и принимая решение, хорошо это или плохо получается, у меня нет, талантливый я или бесталантливый, может это произойти или нет, это всего лишь наше сознание для себя принимает некое решение, и энергия формируется под это. То есть все, что вы имеете в жизни, это все набор того, во что вы решили поверить. На еще таком человеческом языке часто называют это дело убеждение. Убеждения являются самой мощной силой во Вселенной. Если вы задействуете свои мысли и убеждения, что такое убеждение? Это направленная мысль. По сути убеждение — это мысль, на которой мы зациклили свое внимание. Когда мы очень часто что-то себе повторяем или нам это кто-то повторяет, у нас это впечатывается в наше сознание, и это становится нашим убеждением. То, что мы определяем для себя как правда. Вот мы говорим, ну это же правда, или ну так же не может быть. Может быть по-разному, но только мы с вами определяем, как оно будет для нас. И на самом-то деле, если мы с вами задействуем свои мысли и убеждения и направим их в достижение изобилия, поставим для себя цель создать для себя изобильное мышление, а для этого я вам расскажу, что необходимо делать, то мы с вами в принципе достаточно легко можем достичь всего, что нам нужно. Но легко относительно, потому что если бы у нас с вами не было тех убеждений, которые у нас есть, если бы мы не знали и не были уверены в том, как все сложно, и это бы у нас не было подкреплено нашим опытом, то, конечно, все было бы проще. Но сейчас нам необходимо над собой в этом плане поработать. Итак, давайте начнем с самого главного. Я хочу, чтобы вы осознали очень простую вещь, которая для большинства является самой сложной. что именно вы, как человек, каждый из нас является главным секретом для нашего успеха и для нашего финансового изобилия. То есть именно сам человек является определителем того, будет это или нет, как вы решите. И самым интересным является то, что если бы я вас сейчас спросила, давайте я вас спрошу, вы все хотите быть богатыми, вы все хотите, чтобы у вас были деньги, то большинство людей ответит, конечно, да, я что, дурак, я хочу денег. Но если я вас начну прогонять, вот так как мы это делаем, например, на марафоне «Денежный портал», который проходят мои рерайтовцы, и когда мы начинаем прогонять наши мысли, ежедневно контролировать, что мы думаем, наши убеждения и, самое главное, наши действия, то мы вдруг видим, что большинство из нас имеют огромное количество сопротивлений и ограничений по поводу денег. И для этого у нас есть с вами миллион историй, которые оправдывают нас зачастую как хороших людей. Мы почему-то, никто не хочет говорить о себе плохо, мы все хотим видеть себя хорошими людьми. И, например, если вы будете идти по улице, и вы увидите, что лежит пачка денег, то многие люди не возьмут эту пачку денег, не возьмут, потому что они подумают, что они для этого слишком хороши, а вдруг их сейчас кто-то обманет и потом их в чем-то заставят там сделать. То есть у нас родится миллион и одна теория того, почему эти деньги нам не принадлежат, даже если их реально бросили нам с потолка. И мы это оправдаем тем, что мы очень хорошие и порядочные люди, а по сути это будет означать только одно – наш страх перед деньгами. И даже если они падают нам на голову, мы все равно находим миллион причин для того, чтобы ими не обладать. Я вам скажу больше, что если в вашей жизни были такие ситуации, когда вы получали деньги, или вам кто-то отдавал деньги, или вам давали премию, или еще что-то, у вас очень быстро, у огромного количества людей очень быстро происходило что-то, на что эти деньги срочно могли понадобиться. Причем это было связано с какой-то болезнью, аварией, какой-то ситуацией, срочным ремонтом, сломалась плита. То есть эти деньги срочно нужно было куда-то слить, потому что это ваш внутренний страх, и вам как можно скорее нужно избавиться от денег для того, чтобы их у вас не было. И для этого, опять-таки повторюсь, не виной этому, а причиной этому являются наши мысли, убеждения, которые есть в нашей голове абсолютно на бессознательном уровне, потому что в большинстве своем никто нас не приучал к тому, что каждая наша мысль ведет непосредственно к притягиванию какого-то конкретной ситуации в нашей реальности. Значит, все эти вещи, которые я перечислила, ваши мысли, убеждения, ваши действия, будут либо притягивать богатство, либо отталкивать его. Поэтому для того, чтобы это понимать, необходимо в голове наводить порядок и понимать, к чему ведут те мысли, убеждения и те действия, которые вы на основе своих мыслей и убеждений совершаете. Потому что, еще раз скажу, что наша субъективная оценка, когда мы вообще вот что-то слушаем, замечали вы такое, что вы слушаете какой-то эфир, какое-то видео, вы читаете какую-то книгу, и вам кажется, что вы делаете именно так, как там рассказывают. То есть вы так думаете, о, так я так и делаю, вот, я так, но почему-то у вас нету того результата, о котором говорят. Вот я очень часто, я вообще из тех людей, которые всегда говорят, я знаю, я знаю, я знаю, да, да, я так и делаю. Но в такой момент у меня в жизни наступил определенный момент, первый раз, когда я посмотрела на свою реальность и подумала, что если бы я делала так, как говорят, вот если бы вот то, что я говорю, что я знаю, я бы использовала, то результат бы у меня был явно другой. Значит, я где-то чего-то знаю слишком много, и мне необходимо обнулиться, я это называю вылить содержимое стакана, все, и заполниться новым, и признать, встать в позицию того, что я ничего не знаю. Потому что, когда я говорю о том, что я что-то знаю, то как-то ничего хорошего с этого не получается. Итак, сейчас, ребят, я себе сделала конспектик, просто чтобы далеко не уехать, но я, наверное, его не успею вам рассказать даже за 10 лет. Значит, что мы должны с вами знать? Мы должны с вами очень четко знать очень простую вещь, что мы с вами, в принципе, каждый человек создан для успеха. Это первое, что вы должны поселить себе в голову. То есть мы заточены на успех с вами на клеточном уровне. Никто в этот мир не приходит для страданий. Это нужно понимать. И стремление к успеху — это основа и причина жизни на планете. Всё стремится к эволюции, развитию. Вселенная не стремится к тому, чтобы сама себя загнуть. А мы с вами являемся частью большой Вселенной, потому что если мы рассматриваем нас с точки зрения квантовой физики, а уже доказано, что такая физика существует, что мы все энергия, то мы с вами с позиции квантовой физики все единое целое. Мы все выглядим как энергия. И единственное, что отличает человека, это то, что у него есть сознание, с помощью которого он может управлять энергией и благодаря этому что-то понимать. Мне очень нравится следующая преамбула, которая звучит следующим образом, что наш успех поможет многим, а наши неудачи не помогут никому. Это первое убеждение, которое вы должны себе посадить в голову. Мой успех поможет многим, а мои неудачи не помогут никому. Почему? Потому что представьте себе, что вы имеете возможность, у вас есть много денег, у вас есть много возможностей помогать миру, развивать этот мир, делать какие-то научные открытия, инвестировать во что-то, помогать вашим близким элементарным. Неужели вы считаете, что если вы будете бедным и несчастным человеком, то вы станете для других достойным помощником? Конечно же нет, вы превратитесь в обузу. Поэтому вы должны осознать, что делая себя богатым, вы делаете пользу всему миру. Потому что в тот момент, когда вы начинаете обладать изобилие, пусть это будут знания, вот я обладаю знаниями, я собираю эти знания и я ими делюсь. Потому что какой смысл обладать мне этими знаниями и никому об этом не рассказывать? Мне гораздо приятнее, полезнее и интереснее нести это в мир. Я чувствую, что я делаю хорошее дело, и я знаю, что это помогает большому количеству людей. И когда вы осознаете, что ваш успех может принести пользу, у вас появится дополнительная мотивация и отсутствие страхов по поводу того, что вдруг я стату сильно успешным. Нет, ваш успех поможет многим. Для того, чтобы этот успех состоялся, очень важно вкладывать душу в свой успех, понимать, в чем конкретно вы хотите быть успешным, через что, точнее, вы хотите к нему прийти. Давайте осознаем с вами несколько важных вещей. Первое – это когда мы думаем о деньгах, и большинство людей считают, что они хотят получать деньги, нужно задать себе очень четкий вопрос. А разрешаю ли я себе деньги изначально? Не задавать вопрос, странно, почему у меня нет денег, а задать себе честный вопрос. Разрешаю ли я себе деньги? Как понять, разрешаете вы себе их или нет? Ну, разрешаю. Как понять? Первое – прислушайтесь к следующим моментам. У нас сейчас с вами такой суперэкспресс-курс. То, что я занимаюсь месяцами, я вам сейчас пытаюсь втюхать в час, для того, чтобы вы что-то для себя больше поняли. Первое – прислушайтесь к своим ощущениям, когда вы попадаете в любые ситуации, связанные с деньгами. Когда вы думаете о том, что нужно что-то купить, когда вас приглашают на праздник, когда вы думаете о том, что нужно куда-то деньги сдать, за что-то заплатить, нужно поехать на отдых, вам платят деньги, вам возвращают деньги, вы просите, чтобы вам заплатили деньги там за вашу работу. Первое – это ваши ощущения. Если вы испытываете малейший дискомфорт, а чаще всего он совсем не малейший, это говорит о том, что у вас стоит блок на деньги. Дальше. Если у вас иногда в голове возникают мысли, вообще это все прорабатывается очень глубоко с помощью специальных техник. Но сейчас у нас с вами, повторюсь, экспресс-тест. Если у вас пораскакивают иногда мысли, что все эти проблемы из-за денег, что если бы не было денег, вам было бы легче, что он из-за денег ушел, или она с вами не встречается, потому что у вас недостаточное количество денег. Если у вас были в семье ссоры из-за денег, в вашей семье или в семье ваших родителей, это тоже момент блочка, который у вас однозначно стоит и включает у вас программу минус деньги. Дальше. Если вы когда-либо себя ловили на том, что вы осуждаете людей, которые много зарабатывают, неважно, они идут в политику или еще, вот вы себе говорите, вот они идут и крадут, вот они у меня забирают, вот из-за них не хватает. Если вы видите людей в дорогой одежде, в дорогих машинах, и вы их осуждаете, те, кто много летают, мало летают, вот вы чувствуете дискомфорт по отношению к этим людям, это тоже говорит о том, что у вас есть запрет на деньги, то есть вы как бы к деньгам относитесь негативно. Если вы всегда тратите со страхом, тратите и думаете, боже, хватит мне или не хватит, нужно было это покупать или нет, или вы ничего не можете себе купить, потому что у вас все время страх, что вот, 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 вот. Еще такой интересный момент, если вы даете в долг постоянно, вот вам самому не хватает, но при этом вы никогда не отказываете, когда вас кто-то просит в долг, всем раздаете, потому что стесняетесь отказать. Это тоже говорит о том, что у вас есть проблемы с деньгами. На самом деле, таких моментов очень много, но я вам сейчас сделала такой самый лайтовый перечень. Поставьте, пожалуйста, мне сейчас плюсики, у кого такие, кто понимает, что у него есть запреты на деньги, просто мне интересно. Очень интересно. Пауза минут на это так много. Так, если бы меня кто-то слышал, было бы неплохо моим попугаем закрыть дверку. Но новость заключается, ребят, в том, что это не означает, что вы не можете иметь деньги, но это означает о том, что вам они достаются сильно сложнее, потому что у вас есть препятствия. Вы как, знаете, человек, который бежит через барьеры. То есть это просто говорит о том, что над этим нужно очень целенаправленно поработать. Просто, чтобы вы об этом знали. У меня тоже было очень много этих барьеров, и я на самом-то деле достаточно долгое время не понимала, почему всегда деньги приходили ко мне так сложно. Они приходили, но сложно. Следующий момент. Чтобы у нас с вами мы смогли быть финансово успешными, нам необходимо запрограммировать своё сознание, подсознание, точнее, потому что это наши подсознательные программы, которые мы даже не понимаем откуда, нам их необходимо выстроить на мышление изобилия. Значит, забавно, знаете, что? Забавно то, что у нас может быть либо мышление изобилия, либо мышление недостатка. То есть у нас не может с вами быть что-то среднее. Мы с вами настроены или на одно, или на другое. То есть программа установлена. О чём это говорит? Как это понять? Значит, если вы замечаете, что у вас всё время есть проблемы с деньгами, что вы их теряете, что они вам сложно достаются, то есть вот всё время есть переживания такие конкретные, это говорит о том, что у вас на данный момент запущена программа недостатка. И вы чем больше стараетесь, они всё равно, они как будто бы уходят вот сквозь пальцы. Вы вроде бы стараетесь, делаете, а они уплывают. Если же наоборот, у вас сейчас есть момент такой, что деньги начинают приходить с разных сторон, что они приносят вам радость, что вы как-то тратите, и они дальше к вам приходят. То есть вы чувствуете контакт с деньгами, это говорит о том, что сейчас у вас запущено мышление изобилия. И это важно понимать, потому что когда мы понимаем, что у меня сейчас есть бедное мышление, соответственно, у меня появляется цель переключить себя на другое мышление. Сейчас я хочу с вами разобрать несколько убеждений негативных, которые у большинства из людей присутствуют в том или иной форме, и от которых нужно избавляться, потому что это те программы, которые всегда будут вас переключать на мышление бедного человека. Значит, давайте начнем первое. Это не в деньгах счастье. Очень часто люди повторяют эту фразу, когда устают работать. То есть когда люди устают сражаться, они в какой-то момент опускают руки и говорят, да не в деньгах счастье. И я вам хочу сказать, что на самом деле это правда, потому что если бы мы с вами рассмотрели богатых людей, мы бы увидели среди них много несчастных людей. Если бы мы с вами рассмотрели какое-то количество бедных людей, мы бы тоже среди них увидели несчастных людей. И если бы мы с вами рассмотрели какое-то количество средних людей, мы бы тоже увидели среди них несчастных. И первое, что вы должны понимать, что счастье не связано с деньгами напрямую. То есть счастье – это всего лишь наша реакция. Но когда вы проговариваете фразу, то, что не в деньгах счастье, вы как будто бы отрекаетесь в этот момент от денег. То есть вы в этот момент обвиняете деньги во всех несчастьях своих. И вы говорите себе, вот ваша фраза в этот момент подсознательно звучит в следующем, что пусть я буду бедным, и все, дальше не важно, зато я буду счастливым или буду несчастливым. Вот вы, когда мы проговариваем фразу «не в деньгах счастья», мы это говорим как защиту. Так как вот когда мы устали, и мы все, вот мужчина, когда, знаете, он не может вам купить то, чего он хочет, например, или то, чего вы хотите, и он говорит вам, «Да не в деньгах вообще счастье», «Да не в этом семья на этом строится». Это говорит о том, что у него сейчас приступ паники. Но когда вы начинаете это проговаривать вслух, вы как бы с облегчением вздыхаете и произносите «Лучше я буду бедной, стерто-стерто». И эта вибрация начинает у вас внутри вибрировать. Сюда же относятся, что за деньги счастье не купишь, ну, в общем-то, все это понятно. Давайте идем дальше. Что идет, кстати, еще такая есть штука прикольная, тоже, которую бы я хотела сказать, это то, что очень часто говорят, что богатые люди жадные. Я помню, когда я занималась свадьбами, очень часто все время клиенты говорили, ну, никто как богатый, вот они так не торгуются, вот только богатые торгуются. На самом деле богатые торгуются не потому, что они жадные, а потому, что они умные, потому что они прекрасно понимают, кто и как на чем хочет делать бизнес, и они не хотят платить больше. Но вы должны понимать, что опять-таки вопрос жадности, бедные люди очень часто гораздо более жадные. И вообще, давайте вот откровенно скажу, как я думаю. Я думаю так, что не имеет значения, сколько у человека денег в кармане. Это его личные качества. Человек говно может быть как без денег, так и с деньгами. Деньги и качество человека, хороший, трудолюбивый, не имеют отношения. Я знаю огромное количество людей, которые не зарабатывают денег, и они лентяи, которых хочется пороть, блин. Которых просто я ненавижу, когда мне женщина пишет, что у них огромные финансовые проблемы, и мой муж сидит без работы. Он сидит, бедняга, без работы. Я, сука, готова просто его вообще выпороть. Это история не про бедного, богатого. Это история про личные качества человека. Поэтому никогда не приклёвывайте качество человека, ленивый или неленивый, хороший или плохой, заботливый или жадный, или какой. Бедность и богатство никак на это не влияют. Я знаю ребят, которые были там, у них очень мало денег, но они при этом всегда для своей женщины делали всё. И при этом они находили в себе стимулы, мотивацию развиваться ради своей женщины. Я знаю ребят, которым сколько денег не давали, они всегда просурали и не на свою женщину. Поэтому вот эти истории, они не имеют отношения. Запомните это для себя. Часто говорят о том, что я боюсь, что деньги меня изменят. А чаще говорят так, тебя деньги поменяли. Вот у тебя появились деньги, и ты стал хуже. Помните, у вас наверняка были такие ситуации. Я вам хочу сказать такую интересную вещь, что человек меняется постоянно. То есть если человек не меняется, он деградирует. Это моя теория эскалатора. Эскалатор всё время едет. И если вы не идёте, просто, если вы точнее просто идёте, а эскалатор едет, то вы стоите на месте. Помните, зайдите в метро или в торговый центр, и вспомните. Для того, чтобы идти быстрее, вам нужно, точнее, подняться, когда эскалатор едет, вам нужно бежать сильно. Но если вы будете стоять, вы будете опускаться вниз. Так вот, вы так или иначе будете находиться в каком-то движении. И человек в жизни меняется. Есть у него деньги, он меняется. Нет у него денег, он меняется. Он меняется. И это правильно. Поэтому, когда вам говорят люди о том, что вас изменили деньги, это неправда. Вы просто меняетесь. Деньги дают вам возможность какие-то качества в себе отточить, сделать вас более целеустремлённым, сделать вас... Деньги вообще людей, как правило, очень сильно меняют в лучшую сторону. Заметьте, все люди, которых вы знаете успешные, это люди, которые себя сделали, это люди, которые больше на себе сконцентрировались, люди, которые поставили цели, люди, которые развиваются, вкладывают в своё обучение, образование, люди, которые помогают сделать лучше своей семье, своему миру, своим сотрудникам или своим сослуживцам, неважно кому. Это люди классные, и они бесят только тех, кто на их фоне подчёркивает собственную незначительность. Понимаете? Собственную лень. Вот так бы я это сказала. Идём дальше. Ещё одно убеждение, которое существует, существует, это то, что деньги – это не духовно. Очень такая забавная штука. Деньги – это не духовно. Вот тут у нас, типа, я буду лучше духовным человеком, а деньги – это бездуховно. Вы должны понимать, что деньги могут быть благом. И вообще, деньги – это благо. Они дают нам возможность сделать огромное количество хороших вещей. Вспомните, всё, что начинается с истории. Ребята, мы хотим купить какой-то аппарат. Ребята, мы хотим построить больницу. Мы хотим сделать приют для собак. Собираем деньги. Деньги – это есть благо. Благо, с помощью которых мы можем помогать другим людям. И чем большим количеством денег мы обладаем, тем больше хорошего мы можем сделать. Помним о том, что есть люди, которые абсолютно бедные, отрезают лапы и хвосты и уши собакам. При чём здесь количество денег? Скажите мне, пожалуйста. При чём здесь количество денег? Гадство и наличие денег – это разные абсолютно вещи. Поэтому, имея деньги, ты можешь гораздо больше сделать хороших вещей. Это тоже то, что нужно в себе в голову очень чётко как бы впечатать и забить. Я, конечно, не успею вам сейчас всё рассказать, а мне так хочется. Ладно, сделаем, если что, продолжение этого эфира. Итак, идём дальше. Сейчас хочу очень не убежать. Ещё одно убеждение, которое у многих очень живёт, это то, что если у меня будет много денег, то кому-то их не достанется. То есть многие люди говорят, я не хочу, зачем мне так много денег? Они же вот могут, кому-то они нужны. Есть таких два представления о жизни. Давайте просмотрим. Это модель тортика и голографическая модель. Модель тортика – это, знаете, про историю того, что в мире есть определённое количество денег, как тортик. И если я себе заберу много, то другим останется очень мало. То есть если вы рассматриваете мир с позиции тортика, то тут нужно знать одну такую вещь, что, ну, представьте себе, что вот вы считаете себя хорошим человеком. Ну, вы же себя таковым считаете. Вы считаете, что если бы у вас было много денег, вы бы чего-то много хорошего сделали. Правда? Ну, я уверена, что большинство людей думают, вот если бы у меня было много денег, я бы там то сделал приют и построил, кого-то бы там миллиарды выдавал на какие-то благотворительные цели. Так вот представьте, что не все люди такие хорошие. И это как, знаете, вот с золотом. Вот кто-то лежит в золото, кто-то его не возьмёт, понимая, что это там золото, достояние мира, а кто-то его украдёт себе. Так вот надо понимать, что если этот тортик попадёт в ваши руки, и если у вас будет много денег, то вы как хороший человек за эти деньги очень много всего дадите. А если, например, эти деньги попадут к плохим людям, то тогда они могут сделать там войну устроить, много всего плохого. Поэтому это ваша мотивация обладать тортиком. И вторая модель, которая очень нравится, о которой уже неоднократно говорит огромное количество людей, это голографическая модель. Голографическая модель предполагает, что чем больше денег я зарабатываю, тем больше возможностей я создаю и для других людей. То есть есть неограниченный потенциал роста и изобилия. И это очень круто, что чем больше, более успешен я финансово, тем больше возможностей я даю другим людям. И мне эта модель очень нравится, потому что я точно знаю, что чем большим количеством денег я обладаю, я эти деньги под себя не складываю. Я всегда ищу, каким образом эти деньги должны вращаться. Почему кризисы все происходят, когда люди начинают держать деньги? Потому что я перестаю платить ресторану, ресторан перестает платить Маше, Кате и Васе, которые там работают. Мы перестаем платить ферме, на которой выращивают те продукты, которые используются для ресторана и так далее. Поэтому деньги – это очень классно. Я сейчас вам выбиваю самое главное, что деньги – это прекрасно, и изобилие – это прекрасно. Давайте поговорим теперь с вами о сознании изобилия. Я хочу дать вам несколько убеждений, которые вам необходимо в своей голове прорастить в буквальном смысле, которые должны стать частью вас, частью вашего сознания. Каждый день в идеале, если каждый день вы будете заниматься конкретными практиками, которыми мы занимаемся в клубе, для того, чтобы эти убеждения в себя просто прорастить. Первое убеждение звучит, что деньги – это благо. И стоит любить абсолютно все благое, что несут в себе деньги. То есть принять деньги не как счастье, а именно как благо. Вы должны осознать очень простую вещь, что до тех пор, пока вы конкретно себя не заинтересуете в том, чтобы зарабатывать много денег, не поставите себе такую цель, вы не заработаете никаких денег. Потому что ваше подсознание, моё подсознание, подсознание каждого из нас, оно выстраивает и притягивает нашу жизнь всё в соответствии с ценностями. Поэтому, если мы вернёмся с вами в начало, в котором я вам рассказывала обо всех ваших страхах и о том, что вы говорите, что деньги – это зло, поэтому вы деньги и не получаете. Поэтому у вас включаются все возможные программы для того, чтобы деньги от вас отторгались. И даже когда вы их получаете себе в руки, эти деньги от вас уходят в здоровье, ещё что-нибудь. Находится миллион возможностей, потому что, ещё раз, у Вселенной есть миллион возможностей сделать так, чтобы ваша энергия и ваше сознание сформировало эту энергию. Вам страшно? Ваше сознание формирует этот страх, и этот страх оттяпывает ваши денежки. Вы должны это понимать. Поэтому, если ваши ценности базируются на том, что деньги – это плохо, и что деньги – это неправильно, то вы далеко сильно не уедете. Это первое. Ваша задача – понять, что деньги – это благо. Деньги – это энергия. Деньги дают возможность делать очень много всего хорошего. Строить дома, делать классные бизнесы, открывать красивые рестораны, открывать красивые салоны, ездить хорошо отдыхать. А когда вы ездите отдыхать, тысячи людей работают в Мальдивах, которые хотят есть, и они едят благодаря тому, что мы с вами ездим. Как в Бали погибали, кричали люди. Люди просто представляете остров, который живет на туризме, и вдруг туристы перестают ездить, и балийцы голодают, потому что, блин, им нечего жрать, ничего не заводится, не приводится. Это страшно. Это страшно. Второе, что вы должны понять для себя, второе убеждение. Все в нашей Вселенной есть в избытке. Наша Вселенная полна изобилия. Огромное количество бизнесов, невероятное количество денег, которые никуда не исчезают. Все во Вселенной изобильно. Невероятное количество плодородной земли, невероятное количество воды, миллиарды людей. Все в изобилии. Просто осознайте это. Посмотрите на жизнь, не как на себя, который живет в какой-то маленькой квартирке, а посмотрите на изобилие и многообразие. Включите какой-нибудь каналчик там и посмотрите вообще, насколько наш мир прекрасен и уникален. И сколько пароходов, судов, сколько вообще, насколько богатейший мир, в котором мы с вами живем. Это важно осознать. Рынок, который существует, бизнес-рынок, ломится от денег. Сотни миллиардов долларов ежедневно переходят из рук в руки. Качается нефть, открывается постоянное количество новых магазинов, заводов, строятся самолеты. Посмотрите на это. Не смотрите с позиции человека, с коммуналки. Посмотрите просто на наш мир и офигеете. Поинтересуйтесь вообще активами и ресурсами нашей планеты. И вы поймете, что мы живем с вами в сумасшедшем изобилии. В сумасшедшем изобилии. И мыслить из категории, как бы мне 500 долларов в мире урвать, ну как бы сильно смешно. Следующее убеждение, которое я хочу, чтобы вы вбили в себе в голову, что вокруг нас есть ошеломляющие возможности добиться успеха. Повсюду. Повсюду эти возможности есть. И вы должны это поверить и это осознать. Посмотрите и почитайте огромное количество историй в Инстаграм, в книгах, в Ютубе, в энциклопедиях, как люди открывают свои бизнесы. Как люди однажды загораются идеей о том, что они хотят, как открывался Амазон. Захотел чувак книжку себе. Пошел в соседний магазин и увидел, что очень маленький выбор. И он подумал, а круто было бы, чтобы был такой магазин, в котором бы были все книги, которые возможны в мире. И человек начал заниматься созданием сети Амазон. Почитайте истории. Вам недостаточно истории про Apple в гараже. Ну, невероятное количество даже наших бизнесов, которые работают вокруг нас. Все начиналось с человеческой идеи, с желания что-то сделать классное, с того, что ты загораешься этим. Ведь не боги делали эти бизнесы. Не боги. Обычные люди. Такие, как мы с вами. Такие же, с такими же руками, ногами. Кто-то гораздо беднее, чем мы с вами. Кто-то, имеющий гораздо меньшее количество возможностей, чем у нас есть сегодня. Знаете, есть такая классная история, которая мне очень нравится, о том, что, по-моему, в 19-20 веке в Америке, помните, было патентное бюро. Оно патентовало разные новые приборы, приспособления, которые открывались. И вот на стыке 19-20 века было предложено, внесено такое предложение закрыть это патентное бюро за ненадобностью. Мол, все уже изобрели. 19-20 век стык. Все уже изобрели. Уже нечего патентовать. То есть вы понимаете, что, слава богу, что этот законопроект был отклонен, конечно, но ведь некоторые люди постоянно говорят, когда я им говорю, там, займись делом, в чем бы ты хотел, он говорит, да, уже столько этих магазинов, или столько уже этих кафе, или столько уже этих бизнесов, или столько уже этих юристов, столько уже этих писателей, уже они никому не нужны. Вы правда так считаете? Вы действительно считаете, что уже все создано, что уже нету никаких возможностей? Вспомните, каждый раз там в 70-х годах считали, что уже ничего открыть и придумать нельзя. Потом началось в 80-х годах. Когда сказали, ну все, уже все, надо было жить в 70-х. Потом наступили 90-е годы, когда вообще произошел какой-то коллапс. И в 2000-м говорили мои родители, ну, те, кто в 90-х вот тогда успел наворовать, да, обязательно приставочка, наворовать, вот кто тогда успел, вот они тогда сделали все, уже ничего изобрести дальше нельзя. И так происходит постоянно. Но в то же время посмотрите на рынок и посмотрите, как много людей младше вас открывают суперуспешные бизнесы. Как часто вы сегодня видите и слышите истории о том, как кому-то 18, 20, 25, и он врывается туда, где вам казалось, что уже нечего делать. И он приносит свои новшества. И не имеет значения, какое количество лет вам сегодня. Имеет значение ваша энергия, ваша цель, заточены ли вы на изобилие, хотите ли вы дать что-то этому миру, способны ли вы разобраться в том, что вам интересно, чем вы горите. Ведь абсолютно каждый человек приходит с чем-то своим. У каждого есть свой потенциал, у каждого есть свой огонь, у каждого есть нечто гениальное. И никто эту гениальность, кроме вас, не может открыть. А для того, чтобы её открыть, надо задать себе вопрос, наблюдать за собой, что я хочу, где я загораюсь, что мне нравится, от чего у меня дрожат руки, чем я хочу заниматься. Когда человек мне говорит, я не знаю, а ты спрашивал себя, ты хотел, ты трогал. Я несколько лет себя разрывала, изучала просто, постоянно задавая себе вопрос, Оля, кто ты, кто ты? Мне говорили, ты свадебный организатор. Я говорила, нет. Они говорили, ты талантливый свадебный организатор. Я говорила, нет. Нет, я не талантливый свадебный организатор. Я в чём-то другом очень сильно талантливый. Я могу делать много работы. И я могу много добиваться успеха. Я свой успех хочу найти. Я хочу найти тот успех, который будет меня поднимать тогда, когда мне не хочется подниматься. Я хочу найти то, что не даст мне мысли о том, что когда-то будет пенсия. Я не хочу думать о том, что когда-то я прекращу работать, что мне нужно заработать какую-то сумму денег, чтобы потом ничего не делать. Я не хочу никакого потом. Я хочу умереть со своим любимым делом. Я хочу отдаться этому, выжиться этому. Я хочу его найти. И я себя щупала, изучала, трогала, где я, в чём я горю, что я могу. Я не могла сложить пазл, мне всё время говорили, это у тебя хорошо, это хорошо, это, а я не могла сложить, потому что я чувствовала, что это хорошо, но я не чувствовала, что это моё до конца, и не могла это закрепить, и я мучила себя. Я себя просто, вы не представляете, что я с собой сделала. Серёжа со мной жил, он видел, что я делала. Но мне важно было это, и я нашла это, и я счастлива в этом. И у меня больше нет вопросов о том, как я себя чувствую, в каком я состоянии. Мне всё равно, я точно знаю, что я буду делать. Я знаю, какие цели я перед собой ставлю, и я этих целей достигну, потому что я хочу этого. Так найдите это в себе, это же кайфово. Вы не нашли только потому, что вы не ставили себе такую цель, только потому, что вы не искали. Потому что если бы вы начали это делать, вы бы нашли, вы бы нащупали, вы бы как слепой котёночек, когда мама, он ищет сисю. Я недавно зашла в зоомагазин и увидела, как родила крыса. Ещё продавцы не увидели, а я увидела. Была большая крыса и вот такие маленькие розовые тельца. Знаете, что они делали, когда привстала крыса? Я чуть туда не залезла, за стеклом. Они висели на маминой сисе. Вы знаете, как выглядят маленькие крысята? Ребята, ребята, это просто какие-то головастики. Они махонькие. В этих телах миллиметровых просто они голенькие, розовенькие, дышат. И они ртами нашли мамину сисю. Потому что это инстинкт. И наш инстинкт тоже находить себя. Но для этого не надо себя жалеть. Для этого не надо себя атрофировать мозг всяким дерьмищем, который вы атрофируете постоянно. Для этого не надо довольствоваться. Ой, ну у меня такая жизнь, я смирился, я получаю. Как бы мне... Какая цель? Я недавно делала с вами опросы. Очень у многих целей тысяча долларов. Для многих тысяча долларов это предел мечтаний. Это же грустно. И тут появляется Оксаночка Груздева. С замечательным вопросом. Это была пауза. Ладно, погнали дальше. А то сейчас это... У меня скоро время закончится. Следующий момент. Вы должны очень чётко понять, что ваш главный партнёр достижения успеха – это ваше подсознание. Нужно твёрдо быть убеждённым в том, что именно ваше подсознание, которое подключено ко всей энергии, может привести вас к успеху. А это означает, когда я это осознаю, что мне необходимо работать с моим подсознанием, что мне необходимо каждый день уделять внимание ментальным практикам, что мне нужно наконец-то разобраться, что это такое, что мне нужно наконец-то понять, что всё идёт из моей головы. И да, мне нужно начать изучать себя и понять, как это работает и устроено. Потому что до тех пор, пока вы это не сделаете, ничего не сложится. До тех пор, пока вы не поймёте, что чтобы стать финансово успешным или успешным в любой другой сфере, ваша задача – сформировать у себя в голове новые убеждения про изобилие, процветание и те цели, которые вы для себя ставите. Вы должны себя в этом убедить. Вы должны себе это нарисовать. Вы должны этот фильм вбить в свою голову вместе с этим, вытаскивая всё то говнище, которое у вас живёт, где вы никто, зовут вас никак. И вам очень важно, что о вас думает ваш сосед, ваш бывший муж или даже ваша мама. На базе чего вы принимаете решение стать неудачником в жизни, чтобы нравиться своей маме и мама была довольна. Вот эта работа, как раз та, которой занимаюсь я. Это работа, которую я делаю на рерайтере жизни, которую мы делаем в клубе и то, чему посвящаю себя я. Научить вас работать с этим, научить вас, как создать совсем новые программы, как быть не стадом людей, которых с телевизора рассказывают, что им делать, которые верят в то, что им надо обязательно трудовую книжку, чтобы потом получать пенсию в 54 доллара и быть счастливыми. Это просто бич нашего времени. И нас в этом очень сильно убеждает, что значит так должно строиться общество. Я против этого. Я против построения быдляческого общества. Я не хочу жить в быдляческом обществе, поэтому строю другое общество. И я говорю вам о том, что вы можете создать совершенно другую жизнь. Но для этого вы должны выбирать, что вам слушать и какие убеждения необходимо засовывать в свою голову. И, наконец, еще одно убеждение, которое должно быть в вашей голове. А звучит оно следующим образом. У меня есть талант и способности, чтобы стать невероятно успешным человеком. Вот в это себя важно заставить поверить. У меня есть. И найти эти таланты и способности. И понять, что это и есть ваше счастье и ваш путь к изобилию, когда вы находите себя и четко знаете, ни что я неудачник, ни что много нам не дано, ни что я родился ни в той семье, ни в то время, ни эти убеждения, а в том, что я невероятно талантлив. И у меня есть способности и таланты, чтобы я стал невероятно успешным. И это нужно вбить в свою голову. И это колоссальная работа над собой. Но это потрясающая работа. И когда вы спрашиваете, что происходит с людьми, которыми я работаю, вот что с ними происходит. Вот в чем моя ключевая задача. Вот в чем я хочу вам помочь. Потому что я прошла часть пути, прохожу этот путь, и я знаю, насколько счастливее и кайфовее становится твоя жизнь, насколько все обретает новые краски. И вопросы в жизни на подобных эфирах становятся чуточку глубже, чем где вы купили этот свитер. Потому что иногда мне просто хочется взять человека, знаете, и вот просто в чучело его превратить. Потому что я не понимаю, насколько можно себя не любить, чтобы делать себя чучелом в жизни, выставлять себя чучелом, чувствовать себя чучелом, еще и ставить себя в пример, как чучело. Это в принципе так. Я очень хочу, чтобы вы осознали, что у вас есть возможность самим выбирать, какие мысли вам думать. И что ваши мысли представляют собой реально действующие силы, а не какую-то ахинею. Я хочу, чтобы вы понимали, что вы можете создавать в своей голове убеждения по собственному выбору, которые будут становиться вашими программами. Потому что ваши убеждения становятся вашими жизненными программами. Это то, чему вы следуете. И это мега-супер важно. Я хочу, чтобы вы понимали, что не важно, сколько вам лет, и уже доказано, что наш мозг меняется постоянно. Мы разрываем с вами одни нейронные связи и создаем другие нейронные связи. Не до какого-то возраста, а когда мы этого захотим, наше сознание в силах создавать это. А соответственно, мы можем себе в любом возрасте создать совершенно новые программы, установки и стать абсолютно новыми людьми. Мы даже можем перепрошить свой организм, мы можем перепрограммировать свои клетки. Вы только вдумайтесь в колоссальнейшие возможности нашего мозга. И что самое потрясающее, это может сделать каждый человек. Нам для этого не нужно покупать суперпояс, нам для этого не нужен супераппарат, который вы можете купить сегодня два по цене одного. Ни хера не нужно! Мозг нужно, чтобы вы свой включили, чтобы вы заставили себя подумать об этом, захотеть этого, чтобы вы переключились, перестали слушать ахинею и бред, перестали жрать всякую дрянь, которая портит ваш мозг. Прежде всего, я имею в виду сейчас не еду для рта и вашего желудка, а еду для вашего мозга и захотели. Это очень и очень важно. Я хочу, чтобы вы понимали, что у вас есть каждый день возможность создавать свои вибрации успеха. Мы говорили с вами на прошлом эфире, если вы не смотрели, посмотрите, что вы уже прекрасные люди, вы уже можете начинать лепить свою снежечку. У вас есть все для того, чтобы стать потрясающе успешными, богатыми людьми, выдающимися людьми, замечательными людьми, какими хотите. Вы можете потом спасать мир, человечество, что угодно. Но ваш успех поможет огромному количеству людей. А все остальное, вот эти ваши м, б, где вы кофточку купили, ну как бы вряд ли. Ну как бы вряд ли. Поэтому свой мозг нужно просто перепрошить. А для этого нужно просто это захотеть. А для того, чтобы это захотеть, нужно совершить некое действие, которое бы подтверждало ваше желание. И я очень верю всегда в то, что люди, которые попадают на мои эфиры, которые попадают на записи моих эфиров, на ютюбе, в инстаграме или где-то еще, прекрасные люди, которые шлют ссылки на мои видео своим подружкам, это не случайные люди. Я точно это знаю. Я точно знаю, что те, кто смотрит эти видео, те, кому откликаются, это люди, которые приходят ко мне не просто так. И я очень этому рада. И я хочу, чтобы вы помнили, что все, что происходит в вашей жизни, это результат ваших мыслей. И вы в любой момент можете начать это менять и это регулировать. И в какой бы заднице вы ни находились, это всегда можно исправить. Как точно так же, насколько бы хорошо вам не было, если вы будете забывать истоки, если вы будете переставать помнить о самых важных вещах и держать свой мозг и свои мысли в идеальном порядке, это все может закончиться. Такая вот у нас с вами замечательная история. Я приглашаю всех изначально к себе на марафон «Рерайтер жизни». Почему? Потому что с «Рерайтера» все начинается. В «Рерайтер жизни» мы пишем с вами изначально план своей жизни. Мы создаем дизайн-проект. Мы вообще думаем о том, чего мы хотим, потому что крайне важно понимать, чего я хочу, какую жизнь я себе могу разрешить. Увидеть, как мало вы себе можете разрешить, потому что на «Рерайтере» мы сталкиваемся с тем, что мозг-то, оказывается, не так много себе разрешает, что всплывает огромное количество ограничений, которых казалось, что у вас нет. Мы начинаем с этим работать. Дальше у нас идут и отдельные марафоны, и клубы. У нас есть большое количество с вами возможностей для идеальной проработки. Но это уже происходит по-другому. Вы уже понимаете, что вы делаете. Вы кайфуете от этого. Вы получаете удовольствие внутренней работой над собой. Я против дурацких сейчас марафонов и тренингов, которые ты проходишь для того, чтобы пройти. Я чётко поняла, что не имеет смысла читать книги вообще, если ты не готов принимать то, что там написано, и внедрять в свою жизнь. Бесполезно прочитаешь ты их 5 или 50. Это никак не изменит твою жизнь. Я всегда говорю о том, что это как читать кулинарный справочник и жрать глазами. Ну, в данном случае полезно хотя бы не толстеешь. Но еды от этого ты больше не приготовишь. Поэтому я очень хочу вас надоумить подумать над своей жизнью и подумать, что то, что у вас есть сегодня, то, где вы сегодня находитесь, с кем вы находитесь, то, что творится в вашей голове, в вашей душе, в вашем кармане, это всё то, что вы на сегодняшний день способны были создать. Но вы способны создать всё, что угодно. Вы просто не знаете ещё, как это делать. Потому что не принято у нас об этом в широких массах говорить. Потому что вы этого раньше не искали. Потому что у вас раньше не было такой потребности. Если она у вас есть сейчас, то нам с вами повезло встретиться. Если у вас её нету, и вы считаете, что всё прекрасно, это тоже хорошо. Самое главное – это быть честным по отношению к самому себе. Я для себя именно эту правду приняла как самую важную часть. Потому что врать другим – это легко. Ну, ваше личное дело, Господи, какая разница. Врать себе – это преступление. Поэтому если вы сегодня недовольны своей жизнью, но ничего не хотите менять, скажите себе честно. Я имею такую жизнь, потому что я больше не готов к делу. Не хочу. И не надо никому рассказывать о том, что это когда-то изменится, что вы хотите, у вас не получается. Просто это мой выбор. Но если вы хотите это изменить, и вы не знаете, как это сделать, и вы ходите, мне часто пишут, я иду к психологу. Вам не нужен будет психолог. Я вам точно скажу. Вам не понадобится психолог, если вы однажды разберёте себя сами и осознаете, как это работает. По поводу, вот вы пишете моё мнение, человек сам себе психолог, я не согласна с вами. Я считаю, что человеку не хватает, безусловно, грамотного образования и грамотного понимания самого себя. И до тех пор, пока ты не обладаешь этими знаниями, ты можешь считать всё, что угодно, но если тебе паскудно, то это означает, что, наверное, специалист бы тебе лучше пригодился. Но если ты хочешь научиться это делать, если ты хочешь себя понять, вот это то, что с моей стороны является похвальным. И это то, что может привести к крутым результатам. Поэтому обнимашечки вам. Я вас очень сильно попрошу, если вы хотите, чтобы эфиры были подобного рода с информацией, оставить, пожалуйста, комментарий после этого эфира, не поленитесь. Всегда прошу сделать это в качестве платы, раз уж наши эфиры с вами бесплатные, и это замечательно, я вас просто попрошу написать несколько слов об этом эфире, чтобы я понимала, что вам понравилось, а что нет. И другие люди могли понимать, стоит ли им тратить час своего времени. Я напоминаю о том, что наш новый поток марафонный рерайтер жизни стартует 2 января, поэтому вы можете к нам присоединяться. У нас по-особенному. Вот я вам точно могу сказать, ничего подобного вы никогда не проходили. Не всегда будет просто, не всегда у вас будет много вдохновения, будут разные периоды, но так или иначе, я всегда буду находиться рядом с вами, и если вы поставите себе цель изменить свою жизнь, я обещаю вам в этом помочь. Всем хорошего вечера!